вы поняли да каком в чате этого стрима я писал что youtube почистил аккаунты вот видите сообщение сверху вот эта синенькая если у вашего канала есть неактивные подписчики 13 14 декабря они будут удалены и общее количество подписчиков уменьшится я считаю это классная фишка то есть youtube вычищает удаленные аккаунты ну то есть когда человек там давным-давно создал какой-то левый аккаунт себе да и подписался допустим на ваш канал но он не пользуется то есть он не смотрит ваши видосы он не заходит к вам на канал он вообще ничего не делает в принципе не дает никакой обратную связь и вообще на youtube не заходит и youtube уж убирает короче из подписчиков всех аккаунтов куда он подписался на всех каналов не плюс убирает накрученные каналы я считаю это классно и тут алекс ник где-то короче алекс ник писал что на стриме он не сможет присутствовать но он писал типа зачем их удалять я высказал короче такое предположение что вот если бы была некая волшебная красная кнопка которая вот нажимаешь вот так вот она называется удалить всех неактивных до нажимаешь и у тебя с канала сразу удаляются те кто полгода не заходил на канал к примеру те кто там полгода ли ладно допустим да допустим полгода не заходил на канал не смотрел на одного видео не оставил там не знаю комментарий ну то есть вообще в принципе человеку твой канал нахер не нужен но болтается у тебя в подписчика давно когда-то там знаешь подписался не болтается вот после этой чистки на канале не будь инертным было удалено порядка 150 примерно подписчиков у меня на канале двадцатка была удалена где-то около 20 подписчиков было удалено я считаю это очень мало и допустим на не будь инертным там смело можно тысяч 20 30 удалять подписчиков потому что это просто мертвые души которые нахер вообще давно не заходит они когда-то там в лохматом году подписались тогда давно смотрели сейчас уже не смотрит не лайкает не заходят и ничего не делают ну и на хрена не нужны то же самое на моем канале от 1000 сколько там 1400 до подписчиков 1200 я не знаю сколько сейчас посмотрю но они по большому счету тоже как мертвые души болтаются эти подписчики то есть они есть но видосы не смотрят тут видео которое к примеру если никуда его не раскидывать она не соберет даже 300 просмотров соответственно из 1000 тысячи четырехсот двух подписчиков вот было 22 до позавчера или там позавчера стала 1400 вот из этого количества реальных на максимум 400 и почему я бы с радостью удалил всю эту тысячу да она не будь инертным удалил бы тысяч 30 подписчиков да потому что это ухудшает статистику когда у тебя канал допустим с ну давайте вот брать на основе большой как бы на примере большого канала как-нибудь инертным да там 60 с чем-то сейчас тысяч реальных по моим подсчетам ну тысяч 15 может быть максимум 20 вот смотрите когда у вас 60 тысяч подписчиков и каждое ваше свежее видео смотрит максимум 8-10 тысяч подписчиков за неделю то есть ну ладно за неделю они даже максимум 16 тысяч собирают подписчиков 60000 это получается четверть то есть где-то грубо 20-25 процентов ваших подписчиков за неделю посмотрела видео это очень очень хуёвый и тут я буду материться себе позволит хуёвый показатель а другое дело когда у вашего канала 10 тысяч подписчиков не 63 10 тысяч подписчиков и каждое ваше видео которое выходит за неделю собирает примерно также 10-16 тысяч просмотров для ютуба вот такая вот арифметика она гораздо лучше то есть youtube понимает что десять тысяч подписчиков а просмотров то 16000 есть обратная связь какие-то комментарии там лайки дизлайки неважно а суть то в том что люди смотрят и обратная связь хорошая соответственно это стоящий канал стоящий контент его можно продвигать и он начинает рекомендовать вот справа там или слева в рекомендованных такие видео такие каналы я когда у тебя 60 тысяч подписчиков из них просмотров за неделю набирается максимум 15000 это говорит о чем для youtube это сигнал это говно никому не надо и он топит сну используя конечно свои алгоритмы он топит топит канал просто в говнище нигде его не выдает не в рекомендованных не дает начинают опять же применяться вот эти алгоритмы по невыдаче среди подписчиков в ленте свежих видосов вы же все слышали что ну бывают такие истории человек пишет блин я подписчик канала вот а видео свежим узнал там вася скинул примеру да хотя я подписан но у меня в ленте нет вашего видео ну к примеру такое вот бывает это все из-за чего это все из-за включения алгоритмов для очищения ютуба то есть у них есть роботы есть алгоритмы там все вот эти всевозможные и они тоже не глупые алгоритмы они устроены в принципе то правильно если на 60 тысячную аудиторию я сейчас это просто для примера говорю вот если на 60 тысячную аудиторию просмотры за неделю там или за полторы недели не набирают даже 25 процентов то есть четверти значит здесь что-то не так и продвигать это не нужно вот именно так считают роботы поэтому я с радостью бы нажал эту кнопку волшебную красную кнопку которая была бы до удалить неактивных я бы ее просто нажал очистил бы подписную базу и все бы произошел бы рестарта скажем так вот так владим вадим кузнецов пишет вот мой старый аккаунт и улетел кто был аккаунт моей бывшей работы фирма закрыта вот так вот у вас много таких я не знаю салатом а вот альберт пишет что херовая функция так вадим пишет ну да на канал подписано 300000 просмотров 10000 либо боты либо контент на один просмотр вот абсолютно верно вадим то есть и зачастую это раньше знаешь в двенадцатом тринадцатом тире 14 год еще количество подписчиков было важно она в принципе вот на данный момент при современных алгоритмах при современных вот этих тенденциях ютуба единственное для чего нужны количество подписчиков это для самого как бы сказать для удовлетворения своего эго типа посидеть 100 тысяч подписчиков мне там послезавтра кнопку привезут то есть чисто просто надрачивание на то что у тебя какая-то там аудитории есть более ничего а ну и второй пункт для чего это нужно для рекламодателей типа смотрите рекламодатели сколько у меня подписаты но сейчас кстати многие рекламные агентства они стали умнее они болт кладут на количество подписчиков они смотрят именно на обратную связь смотрят смотрят также они на количество просмотров первые часы в первые сутки но и соответственно сколько ролики набирает в среднем ну как за неделю то есть вот эту они статистику отсматривают ну и смотрят количество обратной связи то есть комментарии лайки дизлайки вот это соотношение многие грамотные умные и успешные кадровые не кадровые рекламные агентства они болт клали на ваших подписчиков вот все единственное я говорю для чего нужны подписчики это просто людям не знаю ну может с низкой самооценкой может еще для чего-то просто на яра надрачивать болт на то что у меня там 300 тысяч подписчиков там 400 тысяч одно дело если это работает то есть если у тебя действительно живая активная аудитория у тебя 100 тысяч подписчиков это да это круто это классно а если у тебя 100 тысяч подписчиков а из них живой аудитории 10-20 тысяч то это очень не классно это очень хреново я бы даже сказал это будь моя воля я бы периодически делал бы чистку каналов то есть каким образом он саня новокузнецка привет то есть каким образом это выглядит я бы просто брал и убивал бы канал ну как убивал в кавычках до создавал бы новый кнопку за что новый пользователь я щас не о том не о кнопке то есть каким образом вот к примеру вижу я что на канале там нас пускай будет 100 тысяч подписчиков из них активных 20 до то есть сами понимаете включаются запускаются в работу вот эти боты youtube алгоритм и так далее чтобы я делал я бы два месяца делал и такой период знаете период как это скажите иммиграционный период вот то есть открывал бы новый канал дел там оформление шапка шмапка все дела все как полагается до перезаливал на новый канал основные ключевые самые качественные видосы со старого канала параллельно с этим я бы на вот этом старом скажем так махровом канале проводил бы условно рекламную кампанию о том что вот и так так и так ребята открывается новый канал те кому действительно интересное творчество контент и так далее переходите подписывайтесь на тот на новый канал этот канал будет там условно такого такого-то числа удален далее на основном канале делается краткие тизеры 30 секундные минутные к примеру да то есть выходит ролик на новом к все дальше ролики выходят на новом канале выходит ролик на новом канале к нему делается минутный тизер либо 30 секунд в этом тизере в конце идет пересылка то что переходите на новый канал там сейчас вышел контент вышел видосик вот вам типа кратко да и в начале и в конце и немножечко скажем так моментов из этого ролика и параллельно с выходом ролика на новом канале по большого ролика, да, вот этого, выпускается тизер на старом канале. Таким образом, самые активные за два месяца спокойно эмигрируют на новый канал, а старый канал спокойно можно будет убивать, удалять, я не знаю, консервировать, ну, что хотите с ним делать, но у вас на новом канале, ну, нулевом канале за два месяца, представляете, каждое видео выходит, оно собирает, допустим, подписчиков изначально там, ну, тысяч пять набралось, но при этом каждое новое видео собирает 10-15 тысяч просмотров. Это трафик, перенаправление трафика со старого канала. Видео выходит, подписчиков уже стало 6 тысяч, да, видео вышло, 10-15 тысяч просмотров. После этого увеличивается количество подписчиков, их уже 8 с половиной тысяч. Следующее видео выходит, бам, опять те же 10-15 тысяч просмотров, там, может, уже ближе к двадцаточке подписчиков только 10 тысяч. И вот это вот, арифметика, да, вот эти, скажем так, показатели для Ютуба будут как красная тряпка для быка, как щелчок, что этот канал что-то делает классное, он делает что-то хорошее, надо на него перенаправлять трафик и будет рекомендовать по тегам, там, по ключевым словам будет рекомендовать канал другой аудитории. Вот так вот. Таким образом можно обновить аудиторию, ну, под... как я скажу... такое словосочетание подписная база, да? Можно обновить, скажем так, кровь, омолодить, обновить подписную базу, улучшить показатели нового молодого канала. Ну и, соответственно, вот как-то так. Единственное, кому это не подойдет, это не подойдет тем, кто яро надрачивает на то, сколько у меня круто много подписчиков. Вот мое такое мнение. Не знаю, согласны вы, не согласны. Если согласны, можете поставить плюсик. Я вот, в принципе, постарался кратко все доступным языком объяснить, почему это хорошо. Если не согласны, ставьте минус. Можете к минусу еще подписать, почему я не прав. Можете к минусу еще подписать,